Сегодня было очередное заседание рабочей группы по определению альтернативного заезда в Одесский морской порт. По протоколу было исполнено управление архитектуры, был уже заключен на сегодняшний день договор на детальный план территории и приступили к его разработке. Это первое. Второе. Администрация морских портов фактически исполнила за три дня до сессии, подала заявку на дорогу, но, к сожалению, была подана заявка на дорогу, которая не обговаривалась на рабочей группе. Она вызвала у депутатской комиссии по земельным отношениям достаточно много вопросов, споров, на которые, к сожалению, исполнительные органы, я в том числе, не смог ответить, почему именно такая трассировка была выбрана, которая пересекала не только поля фильтрации, не только территорию инфоксводоканала. Она действительно вообще не соответствовала даже тем близко предложениям, которые мы рассматривали на рабочей группах. Поэтому депутаты отказали вынести вопросов на сессию. И сегодня мы рассмотрели, еще раз вернулись к самому главному вопросу, все-таки, как должна пройти альтернативная дорога с заездом на эстакаду и проезд в Одесский морской порт. К нам обратились сегодня на рабочей группе в управлении архитектуры в Одесский городской совет, обратились с Тивидорой, в том числе и их поддержала администрация морских портов. Помочь им уже действительно разработать нормальную схему, нормальную заявку для выхода на очередную сессию, которая состоится 31 октября. Мы дали полное согласие. В течение двух недель мы разработаем эту схему. Предложим ее для подачи администрации морских портов на рассмотрение на сессию. По зеленому коридору пока за стол переговоров ни с Тивидора, ни евротерминал администрации морских портов не хотят садиться за стол переговоров, пока не будет вынесено решение сессии о разработке альтернативной дороги. Ну, собственно говоря, это их хозяйственные взаимоотношения и действительно город не может влиять на их желание общаться друг с другом. Да, евротерминалы мы утвердили проект отвода земли и я надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев они приступят к выполнению работ по строительству своей альтернативной дороги Хаджи-Бей-2. Ну, я думаю, что это будет первая дорога и все-таки мы надеемся, что администрация морских портов примет предложение города и приступит к проектированию и разработке строительства своей дороги. Евротерминал, смотрите, на сегодняшний день, если говорить откровенно, то и евротерминал, и агентства морских портов фактически являются монополистами. Каждый, так сказать, обладает монопольным правом заезда в порт и доступ к непосредственно к сухогрузам, к танкерам и так далее. Поэтому и агентства морских портов, если бы построила свою дорогу, они были бы единственными, они были бы монополистами, евротерминал построил свою дорогу тоже монополистами. В сегодняшний день два монополиста построят каждую свою дорогу. Более того, администрация морских портов заявила о том, что эта дорога будет являться дорогой специального назначения и будет являться дорогой только для проезда большегрузного транспорта в порт. Естественно, она не будет бесплатной. То есть разговоры о том, что дорога будет бесплатной для всех и каждого, не подтверждается даже со слов администрации. Что у евротерминала она будет платная, что у агентства морских портов она также будет платная. Дорогу надо специального назначения, надо содержать, надо ремонтировать, на это нужны деньги. Поэтому с перевозчиков будут взеваться деньги как со стороны порта, так и со стороны евротерминала. Собственно говоря, они будут выбирать альтернативу, где идет лучше сервис и где будет ниже цена. Вот в этом и заключается ликвидация монополии.